Одна из задач конкуренции развития их в стране, в том числе, культивировать опыт Московской области. Мы не могли российские регионы разделить на какие-то группы, да, скажем, понятно, что Москва, Московская область могла теоретически быть выделена в какую-то отдельную большую группу, а там, скажем, Хантамансийский округ или какие-нибудь там наши дальневосточные регионы, они могли бы быть в какой-то другой, или кто-то был бы в третий. Но мы решили, подбирая эти показатели, сделать, скажем, такую медиану, которая проходит на таком условном среднероссийском регионе. Потому что выбрали такие цифровые значения и параметры, их KPI, да, показатели, чтобы, в общем, каждому региону нашлось чем заняться. При этом у нас многие регионы даже очень большие и богатые, да, вовсе не обязательно много что сделали. Но Московская область выполнила уже почти все показатели сама, потому что ваше устремление, ваша стилистика работы и работа администрации, она была нацелена на развитие конкурентных отношений, ограничения монополий. Может быть, те серьезные успехи, которые, в общем, наверное, выразились и выборы губернатора с отличным результатом здесь, в Московской области, это, несмотря на все трудности, которые были, которые мы понимаем, прекрасно и помним, мы видим этот результат в том числе благодаря конкуренции. Наша задача, как определил президент в своем указе, это попытаться развивать конкуренцию на этом этапе, ну, как можно быстрее. Потому что в свое время корейское чудо, японское экономическое чудо, китайское экономическое чудо, они появились во многом, и о некоторых случаях исключительно благодаря развитию конкуренции, поддержке малых предпринимателей. Это то, что нам очень много-много надо сделать в регионах. Мы сегодня приехали для того, чтобы обсудить конкретные шаги по всем экономическим и важным сферам, где и как мы будем добиваться тех или иных результатов. Потому что важна не только сама цифра, она ведь, хотя о чем-то и говорит, но мало о чем и говорит. Важно еще, каким способом и как долго мы будем к этому стремиться. И так, чтобы люди получили от этого, наши потребители, российские граждане и компании, работающие на территории Московской области, получили от этого совершенно необходимые заработки, рабочие места и просто даже человеческое удовлетворение от того, что где-то стало чище, где-то стало лучше, где-то стало больше тех или иных рабочих мест. Мы все это будем обсуждать, но одно только последнее, скажу в уступительном слове, у нас теперь есть документы. Мы, наверное, ну вот я в частности, лет там последние 15 боролся за то, чтобы были созданы документы, акты высокой юридической силы, которые бы определяли, как, что нужно делать и каких показателей достигнуть. А сегодня, благодаря указу президента от декабря прошлого года, постановлению правительства, которое утвердило 18 отраслевых программ, от электроэнергетики до образования и здравоохранения, и показатели госсовета, по которым работают регионы, то есть 41 показатели, они все утверждены. Поэтому я бы сказал, что сейчас не надо, за что бороться, надо просто выполнять решения властных структур, но делать это творчески, как это умеют делать в Московской области, и тогда мы получим отличный результат. Мы сейчас будем готовить изменения стандарта развития конкуренции в Российской Федерации. Вместе с Минеком мы к этому приступили. В принципе, мы хотели этот 41 показатель, методические подходы и заложить. Но мы можем специально что-то сделать дополнительно для вас. И кроме того, мы, конечно, хотели бы сегодня в сжатом достаточном формате услышать ваши пожелания в госзакупках, в других сферах, где вы предложили бы инновационные подходы, которые можно было бы распространить на всю страну. Вот ваша информатизация, ваша система показателей, ваша система градостроительных документов, она великолепна. Я то же самое могу сказать в очень многих областях. Одна тема, она новая, она связана с ликвидацией ГУПов. Дело в том, что, когда я делал доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, я эту тему даже в этот раз уже почти не упоминал, потому что я уже не верил, что нам удастся ее когда-то решить. Потому что был закон федеральный о 2000 году, который требовал упразднить эти ГУПы, и никто ничего ни на что не смотрел, их стало в 4 раза больше. Но Дмитрий Анатольевич очень резко поставил вопрос, доложил президенту. Мы ночью писали закон. Ну, вроде он так, ничего получился, но учтите, что ночью писали. Поэтому могут быть какие-то еще изменения. И после одобрения президента ГУПО написало отрицательное заключение, но президент подтвердил свою волю, и он был принят правительством и пошел в парламент. По нему ГУПы, которые являются такой распространенной формой, особенно в муниципалитетах это МУПы, запрещается вообще до 2021 года сохранение ГУПов-МУПов, за исключением сферы обороны и безопасности и сферы естественных монополий. То есть мы, во-первых, обязаны, ну, по сути закона, если он будет принят, не давать согласия на эти ГУПы, на создание новых, а еще, ко всему прочему, они должны быть преобразованы в иные формы, в бюджетные учреждения, в акционерное общество. Если это не произойдет там, где есть конкуренция, мы должны подать в суд на ликвидацию и уничтожить этот ГУП, или МУП, где бы он ни был. На федеральный МУП в них осталось очень мало, но здесь это может быть достаточно серьезной проблемой, нужно будет смотреть, чтобы не навредить, не навредить каким-то процессам, и надо эти процессы синхронизировать. Но почему эту форму решили уничтожить? Потому что эта форма субсидиарная, да, как бы, передается имущество, передается финансы, субсидии, и все это происходит, если это происходит на конкурентных рынках, то просто рынок запирается, и вот это вот, как бы, такая неестественная монополия образуется на долгие годы и консервирует ситуацию. С другой стороны, административным органам удобно иметь такую, да, как вот, отраслевку. Но вот такое решение принять, что это отраслевка такого советского типа, она неэффективна. Надо постараться раскрепить те сферы, где есть конкуренция, раскрепить субсидии на госзаказ и пригласить туда малый бизнес, общественный институт, если это социальная сфера. Какую-то часть госсектора там можно, безусловно, сохранять для надежности, для подстраховки, ну, как резервная какая-то история. На случай, если снег выпал слишком много, а эти не хотят, то это, значит, как-то нужно закрывать. То есть какую-то систему такой эшелонированной защиты интересов государства, особенно безопасности, да, всех систем, которые в коммунальном хозяйстве работают и так далее, нужно предусмотреть. Но при этом мы туда можем за счет этого привлекать все новые-новые и общественные силы, и особенно малый и средний бизнес. Ну, в общем, задумка в этом, а как получится, столько нас зависит. Подписывается соглашение о взаимодействии между правительством Московской области и Федеральной антимонокольной службой. Соглашение подписывают губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев и руководитель Федеральной антимонокольной службы Игорь Юрьевич Артемьев. Спасибо. 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 Спасибо.